Смотрите далее в программе. Сенсация от Путина или День чудесных признаний приведёт к ситуации наравне с Серебряницей. Как царь надул щёки и сам себя переиграл. Мы этого не сможем допустить и никогда не допустим. Это антизомби. Территория без пропаганды. Этот сюжет мы начнём без прелюдии и лишних трений. И начнём новой рубрикой «Разрешите поинтересоваться». Не далее, как на прошлой неделе, Путин сделал знаковое заявление, которое, чтобы избежать привычных, вы всё врёте, мы вам покажем исключительно из кремлёвских СМИ. Москва даже не сторона конфликта на Украине, где даже новые законы по Донбассу принимаются в нарушении договорённостей. Поэтому всё перекладывать на Россию, что на Россию, на российской стороне мячик, вы там делаете что-нибудь. Нет, так не получится. В общем, если кратко, в царских хоромах, хоть и подписывались в Минске, но по факту очень против передавать Украине неконтролируемый на сейчас участок границы. Ведь, по мнению Путина, это может привести ко второй «Сребренице». Закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведёт к ситуации наравне с «Сребреницей». Мы, когда это услышали в первый раз, то даже не поверили. Это же не канал «Юнион» и даже не «Россия-24». Это президент огромной страны с кучей советников. Ну не может он так подставляться. Оказалось, что может. Ведь каждый может убедиться, царь всей Руси действительно провёл сравнение со «Сребреницей». наравне с «Сребреницей». Там просто будет резня устроена. Если кто не знает, «Сребреница» – небольшой боснийский городок, где в начале 90-х сербы вместе с русскими добровольцами вырезали около 8 тысяч мирных жителей. Массовая расправа над мусульманами в «Сребренице» случилась в июле 95-го. Боснийские сербы тогда убили около 8 тысяч человек. Если кто-то думает, что русских мы ради красного словца приплели, и чтобы ненависть поразжигать, то можете сразу расслабиться. Ведь даже по федеральным каналам регулярно крутили документалки о сотнях русских в Сербии и Боснии. По некоторым оценкам, через войну в Боснии прошло около тысячи добровольцев из бывшего СССР. Более того, в Боснии за сербов воевал и некто Гиркин, что никогда не отрицал. Кто-то скажет, мол, это же добровольцы, а не регулярная армия России, а значит, официально Кремль как бы ни при чём. Но опять-таки это тот случай, когда отмазки не прокатят, а все ходы записаны. Голосование в ООН по вопросу признания резни в «Сребренице» 1995 года геноцидом провалилось. Единственным из проголосовавших против резолюции оказался представитель Российской Федерации. Представитель Российской Федерации. Да-да, вы не ошиблись. Именно официальный Кремль в своё время накладывал вето на требование признать резню в «Сребренице» геноцидом. Россия воспользовалась своим правом члена Постоянного Совета Безопасности и наложила вето на проект резолюции. Более того, Путин и компания до сих пор испытывают нежное чувство краткомладичу, сербскому генералу, осуждённому в Гааге, как раз за «Сребреницу». Вот вам новости за 2017 год. Москва очень хочет подлечить старого друга. Россия готова принять сербского генерала Младича на лечение. МИД РФ попросил отправить сербского генерала Младича на лечение в Россию. А теперь первый вопрос из рубрики «Разрешите поинтересоваться». Вот кем надо быть, чтобы сначала покрывать виновников геноцидов в боснийском городке? Единственным из проголосовавших против резолюции оказался представитель Российской Федерации. И буквально тут же показательно закатывать глаза, мол, ой-ой, остановите киевскую хунту, иначе новая «Сребреница» будет. Путин. Россия не допустит новой «Сребреницы» на востоке Украины. Но это же ещё не все вопросы, которые нам хотелось бы задать. Ну, например, даже если стереть себе память и одновременно поверить во все ватные байки про хунты и карателей, то нельзя не поинтересоваться «Господа хорошие», а почему «Сребреницы» не было в Славянске, Краматорске и других освобождённых от русского мира городах Донбасса? Так освобождённые города выглядят сейчас. Вновь работают предприятия, школы. Здесь празднуют знаменательные события, проводят концерты и спортивные соревнования. Ну вы же Славянск символом сопротивления называли. Даже с Брестской крепостью сравнивали. «Наш гарнизон попадает в полное оперативное окружение и будет вести бой, так же, как, наверное, вел гарнизон Брестской крепости». По логике Путина там вообще живых не должно было быть. «Там просто будет резня устроена. Мы этого не сможем допустить и никого не допустим». А что в итоге? Тишина, покой. За три года ни единого выстрела. Люди по-русски спокойно себе говорят. «Это наш дом». «Это наша родина». «Что все украинцы, все свои. Мы живем в одной стране». «Я перловчанин. Я там жил, у меня была работа. Все нормально у меня было. Потом пришли непонятно кто. И освободили меня от вот этого всего того, что у меня было». Другими словами, почему в Славянске нет серебряницы, а в условном торезе будет? Это самые простые, даже элементарные вопросы, на которых тут же ломается вся кремлевская пропаганда. Ему важно было сказать, мы этого позволить не можем, чтобы прозвучало грозно и страшно, а прозвучало, как всегда, глупо и нелепо. Ну и, наконец, третий вопросик, как нам кажется, самый сладкий. Вот послушайте еще раз ответ царя на вопрос о передаче границы под контроль Украины. «То закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведет к ситуации наравне с Серебряницей. Там просто будет резня устроена. Мы этого не сможем допустить и никогда не допустим». Простыми словами это звучит так. «Если перекроют дыру в границе, то придут хохлы и будут распинать всех в трусиках». Когда мы это слушали, то у нас закралось стойкое подозрение, что Путин просто сболтнул лишнего и, по сути, признал наличие российских войск в Донбассе. Ну вот посудите сами. Кремлевские каналы более трех лет уверяют нас, что никаких запоребриковых солдат нет, а танки с горючим боевики в шахтах нашли. Ну или у укропов отжали. Боевики на Донбассе нашли оружие в шахтах. Такое заявление в ГАГе в международном суде ООН сегодня делает глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз в МИД России Илья Рогачев. Дипломат также предполагает, что большая часть оружия была оставлена, цитата, «убегавшей украинской армии». И тут вдруг такие откровения, мол, если отдать границу, то геноцид начнется. Там просто будет резня устроена. Другими словами, если на секундочку предположить, что вы, господа россияне, не гоняете через дырку в 400 километров солдат и технику, то что изменится? Бравые ажиополченцы никуда не денутся? За Харковом через день грозится Киев взять? Наше вольтское соединение готово взять штурмом Киев. О, молодец! Но Путин, говоря о закрытии границы, даже не допускает, что ряженые новоросские клоуны без российских солдатиков представляют серьезную силу. Иначе, согласитесь, они бы явно не допустили никакой сребреницы и геноцидов. Но Путин говорит вполне себе однозначно, походя, макая сельдьмаршал Асаню в дурно пахнущую субстанцию. Закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведет к ситуации наравне с Сребреницей. Мы этого не сможем допустить. С другой стороны, во всем этом нет ничего нового. Ведь с Крымом было ровно так же. Начиналось все с нас там нет. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. А закончилось саморазоблачение. За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. И если там прокатило, то что вдруг с Донбассом стесняться? Орешь три года, нас там нет, а потом оп и выдаешь. Если перекрыть границу, то республикам грабли. Вы спросите, как в целом неглупый народ в 140 миллионов это проглатывает? В большинстве своем на раз, два, три. Да еще и добавочки просят. Маховик российской пропаганды перемалывает всех и все. Ведь когда те, кто прямо или косвенно виновен в геноциде боснийских мусульман, приводят в качестве примера сребреницу, то это примерно то же, если бы Чикатило, пуская слезу, рассказывал всем, как страшно жить, когда кругом орубивают маньяки. Там просто будет резня устроена. Мы этого не сможем допустить и никогда не допустим. КОНЕЦ